Это то, что мне приходит поменять, и то, что придется поменять тем, кто по-старому, кого обучали родители, дедушки, бабушки, у которого элементы системы остались до сих пор. Изучайте то, что рядом на городе. Как устроено в лесу? В лесу ничто не пашет, не копает, не носит удобрения, не вытирает сорняки, не борется с вредителями, болезнями. Смотрите, какие мощные, красивые, чудесные деревья. Все пышет здорово. Я земледелец. Я тот, кто отдаю. Посвящаю этому 90% времени. В землепользовании, ну, оставшиеся, есть интересная особенность. Чем больше вы эту почву пытаетесь взрыхлить, обработать на большую глубину, тем хуже для нее получится. В почве есть обязательно гумус. Это живое вещество, которое определяет, является основой плодородия в почве. Так вот, вот этот гумус, когда он взаимодействует с кислородом, с воздухом, он окисляется. Лопата у меня нужна только для того, чтобы копать ямки там для столбов. Больше я ее нигде не пользуюсь. Что происходит, когда вы кормите удобрением? Происходит несколько негативных моментов. Во-первых, если вы это подкладываете под растения, которые будут долго жить, там, или деревья, или кустарники, растения начинают, для них это здорово, классно, эти удобрения растворились, они питаются этими солями, они превращаются вот в ожиревшего ребенка, который привык только кушать, а сам ничего не умеет делать. И когда у него закончатся эти удобрения, он не знает, он погибнет, он не умеет их добывать. Оно приводит к тому, что растения рыхлые структуры имеют, болезни, оно очень привлекательно для вредителей. Мы имеем весь комплекс болезней, вредителей, и вынуждены уже браться за опрыскиватель с химикатами, для того, чтобы бороться, потому что болезней столько, чтобы мы не знаем, как с ними справляться. Одно влечет за другим. А как влечу эти все? Как они там устроены? Гениально. Просто природа, просто гениальное дело. Очень просто. Смотрите. Опа. А на корнях, оказывается, там поселились всевозможные почвенные бактерии, почвенные грибы, металлиза. Это особое образование, сеть такая, как типа интернета, только она подземная сеть. Они поселяются все на грибах. Посмотрите, грибы чем отличаются? Они отличают очень разветвленность сетью. Представляете, почти 90% суши опоясано невидимыми подземными тоненьким белыми нитями. Выйдите в лес, вот просто поднимите вот эту подстилку и выйдите, много белых ниточек. Это все вот эти почвенные грибы. Они раскинули вот эту сеть. И через эту сеть подтягивают в воду питательные вещества. Растения очень заинтересованы. Вместо того, чтобы иметь корни, громадные, мощные корни, ему на маленьких корнях достаточно содержать вот эти грибочки, которые будут подтягивать с площади на десятки, сотни метров отдаленных от растений, подтягивают полезные вещества и воду. Даже в засушливое время растение не погибло. Которое имеет на своих корнях вот таких вот питающих, даже больше растения, научилось управлять этим процессом. Дело в том, что грибы и другие малыши, вот такие невидимые глазу, они не всеядны. Есть азотфиксирующие бактерии, которые из воздуха берут азот. Никто не умеет это делать. Они берут и трансформируют те полезные вещества, которые способны уже взять растения. Возвращаемся к тому, что нам нужно. Итак, нам нужно восстановить вот так, как сделано в лесу, потому что мы это все разрушили. Как только зашел трактор туда, как только мы загнали лопату, мы уничтожаем дом, в котором жили вот эти бактерии. Их там уже не будет. Микориза – это уже сложившееся такое синергическое, то есть взаимовыгодное содружество вот этих маленьких микроорганизмов и растений. И это содружество, оно очень самодостаточное. Ему ничего не надо. Оно все может делать. Оно миллионы лет так было. Но оно очень подвержено внешним воздействиям. Как только вы его начинаете нарушать, повреждать, они погибают от чрезмерного доступа воздуха, от укисления. Кислород в больших дозах вреден. Даже человек отравляется большим количеством кислорода. То же самое и так. И у них. Они погибают от солнечного света. Ультрафиолет еще более вреден, чем человеку. Человеку тоже много. Ультрафиолетом нужно. И у них там устроена уже система капилляров, система проникающих туда канальцев, по которым сколько нужно проникает и воздуха, и влаги, сколько нужно. Итак, нарушать ничего нельзя. Для этого нельзя внедряться в почву больше, чем на 5 сантиметров. 5 сантиметровый слой, это тот слой, который содержит небольшое количество живности, в основном из-за того, что вредное воздействие атмосферных факторов всевозможных. Живность в основном, аэробная и анаэробная, находится в слое от 5 до 15 до 20 сантиметров. Это как раз тот слой, который мы копаем и который пашем. Все сделано для того, чтобы мы уничтожили эту жизнь. Чем меньше вы будете обрабатывать землю, тем лучше будет для земли золотое правило. Вообще не трогайте землю, будет хорошо. Если можете, обойдитесь без этого. Рыхлите по минимуму. Я один раз за сезон рыхлю, и то только лишь для того, чтобы можно было подготовить к зиме седераты. Вот я сейчас все засеял, и для этого мне нужно было зарыхлить. Один раз, на небольшую глубину, в районе 5 сантиметров. Все, больше я землю не трогаю, ничего не делаю. Земля по локоть входит в землю, потому что я ее вообще не трогаю. Она настолько рыхлая. Там работают все наши помощники. И черви, и вот эти вот микроорганизмы, а еще и тех, кому мы считаем врагами. Кроты и мышки. У меня работают ребята. Мало то, что я не уничтожаю, я их приумножаю. Это будет продолжение нашего. Как приумножить их? Что им нужно? Вот этим нашим маленьким помощником. М-технологий, микробиология. Это моя специализация, вот на данный момент. Вся Петропавловка у меня там, по этому поводу. Я с вами тоже поделюсь, кое-что покажу. Захотите, придете, посмотрите, и даже возьмете. Продолжение следует...